Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении, Крымский ветер. Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу, во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Телеграм, канал Рымскил Крымский ветер. Согласно ветерным порталом отслеживания авиаперелетов Flightradar, данным портала отслеживания авиаперелетов Stilda, самолет Королевских ВВС Великобритании Борг-135 в ревет джойнт с позывным RAR-7224, взлетел с авиабазы Водингтон в Великобритании. Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 «Апосейдон» ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО в Сигонило на Сицилии-Зе, паблики наперебой кричат, что РК-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это возможно да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет наводил украинские ракеты на аэродром. А вот это неправда, говорится в сообщении. Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем, 24 июля проводил разведку. С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени, объясняют в сообщении. Дроны РФ на территории Румынии. Напомним, воздушное пространство Румынии двое суток ночью пересекали российские дроны. Позже их обломки обнаружили на территории страны. В связи с обнаружением деталей российского БПЛА власти Румынии вызвали на ковер поверенного посольства РФ. При этом следует отметить, что Румыния является страной-членом НАТО.